Андрей Воронов доехал до дома 47А по улице Набережная, где его ждали местные жители. 11 лет они борются с собственным домом, у которого то кровля отвалилась, то квартиры топят в сезон дождей. О своей беде рассказали в соцсетях Воронову. Сюжет про проблемный дом продолжит наш эфир. Что вы так с чем можете помочь? У дома явно есть большие проблемы с кровлей. По всей видимости, она сконструирована неправильно, либо принято с нарушением. Этот дом сдали в эксплуатацию в 2009 году, однако он уже требует капитального ремонта. Крыша протекает так, что вода просачивается во все квартиры, а год назад обвалилось перекрытие. Я как раз стоял, закрывал дверь, она просто рухнула и всё. И всё, и это всё свисало. Управляющая компания этого делать не будет, просто-напросто. Потому что это даже не её зона ответственности, скажем. Ремонт крыши, да, и утепление фасада по новой части. Они содержание ремонта не делают. Подрядчику претензий уже не предъявить. Все гарантийные обязательства строители истекли. Сами разобрали дом, вот эту систему, потому что ни на кого надежды нету. И сами всё сделали за свои деньги. 150 тысяч это нам обошлось. Собственники квартир наняли рабочих, купили стройматериалы и утеплили дом снаружи. Каждую весну у нас постоянно течёт по ней. Всё мокрое, мы сколько раз уже обои клеили, и смысл никакого. Всё падает. Уже шпаклевали всё, и плесень это всё, дети дышат. Дмитрий Нестеров квартиру в этом доме купил в 2012 году. За капитальный ремонт и обслуживание дома исправно платит каждый месяц. А соседи сверху, которые купили квартиру не так давно, не могут даже закончить начатый когда-то ремонт. Летом дождь стекает по стене ко мне домой. Зимой весь этот кандидат, который замёрз, при первой живой теперь там минус 15 становится, когда оно всё начинает держать сюда в квартиру. Андрей Воронов вместе с представителем управления жилищной политики и своим заместителем проверил состояние дома и квартир. Зимой жильцы мёрзнут, а в сезон дождей спасают свои квартиры от потопов. Этот дом уже пытались внести в список капитального ремонта, но необходимые затраты превышали допустимую сумму. В администрации города принято решение о софинансировании данных вида работ по ремонту крыши. И в настоящее время будут проводиться мероприятия по включению данного дома с видом работ по капитальному ремонту крыши на 2021 год. Согласно разработанной проектно-сметной документации, необходимо было порядка 22 миллионов рублей для проведения капитального ремонта именно крыши данного дома. Впереди зима и в ожидании капремонта дом утеплят и устранят течь, чтобы холодное время года жильцы прожили в тепле. Дианур, 24.